В Новомосковске завершился престижный детский хоккейный турнир на кубок минерально-химической компании Еврахим. Казахстан на этих стартах представлял хоккейный клуб Алматы 2005. И надо сказать, наши земляки выступили просто блестяще, завоевав золотые награды победителей турнира. Среди журналистов, сопровождавших казахстанскую команду, была и съемочная группа телеканала «Казахстан Тарас» с подробностями Наимбек Багбанов. В нынешнем шестом по счету международном турнире Еврахим Куб 2017 принимали участие 12 клубов из 8 стран. На церемонии торжественного открытия стартов удачи юным мастерам льда пожелали представители местной администрации, минерально-химической компании Еврахим и восьмикратный чемпион мира, двукратный чемпион Олимпийских игр Борис Михайлов. Наш фирменный стиль, туда куда мы приходим, в те регионы. Мы, конечно, поддерживаем спорт, мы, конечно, поддерживаем здоровый образ жизни и, безусловно, будем помогать. Будем помогать развитию спорта и в Казахстане, и, конечно, в Жамбульской области. В стартовом матче наши ребята сыграли против команды «Север» из города Кавдор Мурманской области. Казахстанцы в первом и втором периодах забросили по пять шайб, а в третьем еще две ворота «Севера», буквально разгромив соперников со счетом 12-0. Очередным соперником казахстанцев стали их ровесники из литовской дружины «Клапида». Соперник этот был очень сложный. Литовцы построили свою игру от обороны и мастерски разрушали все атаки казахстанцев. Но игра в пас и более высокая скорость помогли нашим ребятам и в этой встрече добиться успеха. Единственную победную шайбу в этом матче забросил Кирилл Ляпунов 1-0. Наши уверенно завоевали первое место в своей отборочной группе. В четвертьфинале казахстанские хоккеисты встретились с командой «Юнгадлер» из города Мангейм, Германия. В текущем году немцы привезли сильную команду, но казахстанцы действовали более напористо и эффективно. Благодаря голу Александра Чумака и дублю в исполнении Мадихана Кундуганова, наши ребята одолели германскую дружину с сочетом 3-0 и вышли в полуфинал. В полуфинале казахстанцев сдал дрожный соперник. Команда хозяев льда «Новомосковская Виктория». Игроки «Алматы» доминировали на протяжении всего матча. Запитыми шайбами отличились Адьян Мурзагалиев, Кирилл Ряпанов и Адиль Бесимбаев. Победа 3-0. В финале казахстанцы вступили в борьбу за золотые медали с командой «Юрматы» из города Салават-Башкортостан. Первые и вторые периоды, несмотря на обилие бросков поворотом, завершились ничью 0-0. В третьем периоде казахстанцы открыли счет, но буквально через пару минут «Юрматы» восстановили равновесие, забив ответную шайбу. Матч завершился ничьейным исходом 1-1, и судьбу золотых медалей турнира решили послематчевые булиты. В этой лотереи хоккейных пенальти блестяще сыграл вратарь казахстанской команды Владимир Истромин, отразивший все броски соперников. Фортуна была на стороне игроков «Алматы». Единственный победный для казахстана гол в серии послематчевых бросков филигранно забил Адьян Мурзагалиев. Итоговый счет 2-1 казахстанцы чемпионы турнира. Турниров говорили, чтобы креативно играть. Ну вот решил так попробовать и получилось. Награды победителям вручали руководители компании «Еврахим» Дмитрий Стержнев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и знаменитый российский хоккеист-звезда НХЛ Павел Буре. Поздравляю ребят. Сегодня они играли галоматчи. Чувствуется, что за год прибавили. Если не может не радовать, конечно, мы желаем казахстанскому хоккею успехов, прогресса. Очень поздравляю с победой, потому что был достаточно серьезный турнир. Было представлено много команд с разных, не то что регионов, а с разных стран. Ну, у нас традиционно очень близкие, дружеские, братские отношения с Казахстаном, поэтому нам всегда приятно видеть, когда мы, можно сказать, наши ребята воигрывают. В целом, благодаря турниру, организованному компанией «Еврахим», наши юниоры доказали, что в Казахстане любят и, главное, умеют играть в хоккеи. Кубок «Еврахима» 2017 года завершился убедительной победой юных казахстанских хоккеистов. В будущем году этот турнир уже приобретет статус чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Но есть уверенность, что наши ребята блестяще выступят и в будущем году. Наимбек Багбанов, Тохтар Терлигбаев, Служба новостей, город Новомосковск, Российская Федерация.